Эфир телеканала ОТС продолжает выпуск новостей в студии Александра Ширудила. Здравствуйте! И прямо сейчас коротко о главных темах к этому часу. Новосибирск. Какие профессии востребованы? Подготовка к главному празднику выходит на финишную прямую. В Новосибирске в ближайшие минуты начнется генеральная репетиция Парада Победы. Центр мегаполиса закрыли для движения автомобилей в 18.30. В первую очередь ограничения касаются Красного проспекта. Частично перекрыли улицы Фрунзе, Адждоникидзе, Каменскую, Октябрьскую магистраль и другие, прилегающие к непосредственному маршруту следования колонн. Напомню, это вторая репетиция Парада Победы в мегаполисе. Первая состоялась в субботу, 4 мая. Движение транспорта в центре города сегодня вновь откроют в 22.30. Сегодня состоялась инаугурация президента Российской Федерации Владимира Путина. В честь вступления главы государства в должность Почта России выпустила тематические марки. Тираж 156 тысяч экземпляров, номинал 29 рублей. В Новосибирск поступила партия в 1200 штук. На знаке изображены карта РФ и штандарт главы государства. Дополнительно к выпуску почтовой марки изданы конверты первого дня и изготовленные штампеля специального гашения для Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов. 1 июня стартует детская летняя оздоровительная кампания. Более тысячи лагерей примут 122 тысячи детей. Как сегодня идет подготовка к сезону, расскажет Наталья Цыпин. Состояние отличное, место хорошее. Здесь мы еще только окна открываем, еще не подтапливали ничего. Как идет подготовка к старту оздоровительного сезона. Сегодня в детском лагере «Солнечный мыс-2» этот процесс инспектирует заместитель губернатора Сергей Нелюбов. Пожарная безопасность. Пожарная безопасность. Здесь мы здесь полностью. Свет. Стараемся тоже полностью. Готовиться к летнему сезону начали еще в январе. Аукционы, котировки, закупки. До мая успели провести ремонт в корпусах. Побелка стены потолков, укрепление пола. Сейчас работы в душевых. Медицинский блок полностью обновлен. Особое внимание к безопасности. Уже прошли без замечаний противопожарную и антитеррористическую проверки. В этом году мы приросли значительно в камерах. Установлена новая система видеонаблюдения. По периметру внутреннему и наружному. Плюс по всем корпусам. Снаружи 82 камеры у нас установлены. Плюс заключен договор уже на охрану с частным охранным предприятием. С 1 июня в регионе начнут работать пришкольные лагеря с дневным пребыванием. Их в области почти 950. Затем к ним присоединятся 55 загородных оздоровительных лагерей и 9 палаточных. Охватить всеми формами летнего отдыха и занятости планируют больше 120 тысяч школьников. В том числе это ребята в трудной жизненной ситуации, дети участников СВО, работников оборонно-промышленного комплекса. Приезжают не только дети с наших регионов. У нас же приезжают с Луганской народной республики, с Донецкой дети. В этом году у нас в оздоровлении будет проходить 650 детей. Это в Зеленой республике и в Держинце. Дети выезжают на зоопарк, дети выезжают на теплоход. Различные, где нас приглашают, нас везде ждут. К нам приезжает много гостей, и театры приезжают, и всякие квесты проводят, игры. На подготовку к сезону детского отдыха в этом году в Новосибирской области средства выделили значительные. Это вопрос связан с организацией питания, материально-технического обеспечения, консолидированный бюджет региональный, областной, муниципальный бюджет. Это, если быть точным, в общей сложности миллиард 100 миллионов рублей. Но если из этой суммы говорить о средствах, которые выделены решением губернатора на материально-техническую базу лагерей, то в этом году это порядка 500 миллионов. Ежегодно сумму на эти цели увеличивают. Все для того, чтобы дети провели лето в комфорте, безопасности и вернулись домой отдохнувшими и здоровыми. Сегодня в лагере продолжаются работы по благоустройству. Готовность 95%. И время еще есть. Первый заезд состоится 2 июня. Наталья Ацопина, Евгений Павлов, Новости ОТС. Подарок для героя. Военнослужащие, выполняющие задачи в зоне проведения специальной военной операции, поздравили с Днем Победы 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны, нашего земляка Михаила Алексеевича Агмезина. Уважаемый Михаил Алексеевич, хотим поздравить вас от лица артиллеристов Центрального военного округа, выполняющих боевые задачи в зоне СОО. С 9 мая, с Днем Победы, пожелать вам счастья, здоровья, а также родным и близким. Хотим уверить в вас, что мы сделаем все, чтобы приблизить нашу победу. Победа будет за нами. Ура! 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 В преддверии Дня Победы поздравить ветерана лично прибыли бойцы военной полиции и юно-армейцы. Дети прочитали стихи собственного сочинения, а взрослые вручили цветы и подарки. Михаил Алексеевич Мезин на фронт ушел добровольцем, когда ему еще не было 18-ти. Был дважды тяжело ранен под Сталинградом и на Донбассе. Награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны первой степени, медалью за боевые заслуги. Свою жизнь Михаил Алексеевич посвятил защиту Родины и ушел на пенсию с военной службы в звании полковника. Линии и зебры МВБердске на обновление дорожных ориентиров в этом году потратят 11 миллионов рублей. Надежда Волгина узнала, как наносят краску на асфальт. Специальная машина с распылителем наносит краску на поверхность дороги. Такой способ позволяет быстро создать крупные разметки, такие как дорожные полосы или пешеходные переходы. В Бердске работы начали еще в конце апреля. У нас в планах сделать разметку 25 тысяч метров квадратных. Это осевая разметка и горизонтальные, так называемые, пешеходные переходы. Она уже будет более дольше по времени наноситься. Но я думаю, что мы за мой месяц эту работу закончим полностью. Вячеслав Чистоев водитель со стажем, поэтому знает, что отсутствие разметки может стать одной из причин дорожно-транспортного происшествия. Разметка нужна обязательно. Обращаем внимание. Если дорога четырехполосная, то она, конечно, помогает держаться в своей полосе, перестраиваться. Водители ждут, когда дороги в Бердске приведут в порядок. Летом ездить проще, что видно разметку, потому что мы зимой знаем, что она здесь должна быть и придерживаемся каких-то правил. Приятно ездить с разметкой, если хорошие дороги. Работы проводят при положительных температурах, а также при отсутствии осадков. Первый этап завершат в мае. На него будет затрачено 8 миллионов рублей. Второй этап запланирован в конце лета. Второй этап по разметке мы планируем в августе месяце, по восстановлению разметки к 1 сентября, когда наши дети в Бердске пойдут в школу, чтобы разметка была уже в местах, где это потребуется, обновлено. В первую очередь работы проводят на главных улицах города, по которым движется общественный транспорт, а вблизи находятся социальные объекты. Затем рабочие перейдут на второстепенные дороги. Гарантийный срок разметки 6 месяцев. В течение этого времени подрядчик будет обязан исправлять за свой счет брак и недостатки выполненных и принятых работ. Надежда Волгина, Алексей Зубила, ОТС Бердск. В сибирском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте стартовал проект «История семьи. История страны». Главная цель – привлечь внимание молодежи к важности сохранения исторической памяти, как связывающего звена между старшими и младшими поколениями. Мы хотим собрать некий дневник памяти. Задание будет ребятам написать эссе на тему истории, которые рассказывали им бабушки, дедушки, прадеды, прабабушки, прадедушки. Это все будет публиковаться в неком дневнике памяти, который сможет посмотреть каждый желающий почитать. Таким образом, мы увековечим их память, и это будет передаваться из поколения в поколение. За круглым столом не только студенты академии, учащиеся лицея и гимназии. Каждый делится своим опытом, как не забыть события Великой Отечественной войны. Что необходимо сделать, чтобы молодежь знала и помнила, какой ценой тогда удалось обеспечить мирное небо над головой. Для удобства участников проекта «История семьи. История страны» инициаторы предложили 10 тем для эссе. Общее у всех одно в основе «История дедов и прадедов». Чтобы сохранять память о тех событиях, о событиях, которые происходят сегодня. Ну, потому что, опять же, народ, который не знает своего прошлого, у него нет настоящего. И на примере некоторых государств мы сегодня это видим. Их голоса знают даже в самых отдаленных местах Новосибирской области. С ними просыпаются, настраиваются на рабочий день, переводят время в дороге. Профессиональный праздник отмечают сотрудники радио. Алена Кузина увидела, как готовят эфир на радио 54. Что происходит внутри коллектива радио 54? Как работает? Кто работает? Да. Вы еще успеете спросить? А мы, в свою очередь, успеем ответить. Алексей Кузнецов в прямом эфире общается с радиослушателями и рассказывает о важных событиях региона. И эта профессия нашла его сама. 27 лет назад позвонил на студию, чтобы заказать музыкальную композицию для одногруппников. И даже не ожидал, чем все это может закончиться. Песня прозвучала, мне сказали, секундочку, подожди, трубочку не кладите. С вами хочет поговорить там, ну, наш сотрудник. Ну и в итоге мне сказали, что у вас такой голос радийный, а не хотели бы попробовать себя на радио. А я как раз в этот момент дописывал в Сепстрине диплом, уже на пятом курсе. Ну и, что называется, ради прикола отправил демокассету и вот так все закрутилось. А закрутилось не только у Алексея Кузнецова. Его соведущая утреннего шоу «Все свои» Юлия Огнева в этом году отмечает профессиональный юбилей. 20 лет. Каждый день встает в 5 утра и дарит хорошее настроение жителям большого города и всего региона. Каждый эфир – мини-концерт. Это очень кропотливый труд. Вот представьте себе, порядка 20, там 21 коллектив или сольный исполнитель в месяц, а сколько их будет за 2, за 3, за полгода. Все, очень серьезная работа с целью показать вот это богатое музыкальное полотно, потому что у нас очень много талантливых исполнителей, о которых вообще никто не знает. Люди либо не занимаются продвижением, либо просто не знают, как это делать. Мы же предоставляем, мы единственная радиостанция в регионе, которая предоставляет эту уникальную возможность прийти в студию с музыкальным инструментом, с авторским вокальным материалом и рассказать о себе, показать, что ты умеешь. Радио 54 – единственная радиостанция в Новосибирской области с собственным круглосуточным вещанием. Качественные оперативные новости, интересные программы о жизни региона. Продукт уникальной команды. Зажечь свечи памяти жителей и гостей Новосибирска приглашают в среду, 8 мая, в сквере монумента славы. Прямо сейчас Елена Гордеева готовит информационный обзор. Работала в разных жанрах – вилошоу, рубрики. Однако новости оказались ближе всего. Могу сказать, что это более серьезный формат, более такой ответственный. Но, тем не менее, могу сказать, что сейчас, на данный момент, я точно нахожусь на своем месте. Я люблю свою работу. И до сих пор, спустя 12 лет, у меня есть вот этот вот блеск в глазах. В это же время в редакции готовят репортажи и очерки об интересных людях. Передать все свои эмоции через слово и донести до радиослушателя, вот самое важное, именно голосом, именно эмоциями. Именно вот, чтобы человека не видят, но ты улыбаешься внутри, и это несешь через радиоэфир. Профессиональный праздник в студии «Радио 54» отмечают редакторы, новостники, диджеи восьмой раз. И это только начало. Алена Кузина, Евгений Агеев, Новости ОТС. В Новосибирской области около 500 людей с инвалидностью трудоустроены с начала года. Среди востребованных профессий для людей с ограниченными возможностями – бухгалтер, грузчик, дворник, диспетчер, кладовщик, медицинская сестра и подсобный рабочий. Татьяна Кияева узнала, какие условия труда обязаны обеспечить наниматели. Сергей Кутафин – инвалид третьей группы. Получил высшее образование, однако трудоустроиться было сложно. Проблемы помогли решить в Центре занятости населения. Теперь молодой человек работает помощником юриста в областной организации Всероссийского общества инвалидов. Сначала я работала по социальному соображению специалистом, а сейчас работаю помощником юриста, так как мое образование получал юридическое. До документа я в суд схожу, в возвращение пишу. В Новосибирской области больше 60 тысяч инвалидов трудоспособного возраста. Из них работает только каждый третий. Не всегда наниматели могут создать или выделить на своих предприятиях места для людей с физическими ограничениями. Новый федеральный закон о занятости дает возможность арендовать рабочее место у другой организации. Сегодня 25 работодателей приняли решение о том, чтобы заключить договоры с организацией, которые умеют доустраивать инвалидов, которые умеют организовывать рабочие места. Конечно же, это в основном общественные организации, где уже работают люди с инвалидностью. Человек с ограниченными возможностями здоровья может устроиться ассистентом, бухгалтером, дворником, диспетчером, кодовщиком, учителем, сторожем, стропольщиком, токарем. По новому закону, все предприятия с численностью работников от 35 человек обязаны трудоустраивать инвалидов. У нас 300 человек работающих. То есть мы обязаны 6 мест иметь для людей с инвалидностью. Мы должны оборудовать на предприятии все возможные места доступа. И в санитарные комнаты, и входные группы. На рабочих должностях работают, на парковочном пространстве 2 человека. Один человек работает у нас в хозяйственной группе. В Новосибирской области более 3000 нанимателей создали кватируемые рабочие места для инвалидов. Трудоустроили больше 9300 человек. Мы выбираем кандидатов. Им рассказываем, какие условия труда заявил работодатель, где он находится, как туда добираться и так далее. И после этого, ту группу, которая сформирована, и которая хочет пойти работать, мы через систему образования и через систему служб занятости за счет бюджета области и бюджета федерального дообразовываем, доквалифицируем до тех требований, которые нужны работодателю. Предложения от работодателей, которые хотят платить инвалидам зарплату ниже минимальной на предприятии, не принимают. Отказывают нанимателям, которые планируют трудоустроить человека с ограниченными возможностями здоровья на короткий срок. Татьяна Кияева, Валерий Павлов, Новости ОТС. Аллея из сотни молодых елей появилась в школе Олимпийского резерва по биатлону в Новосибирске. Деревья посадили участники акции «Сад памяти». Таким образом, почтили подвиг сибирских воинов-лыжников. Александр Сульдин с подробностями. Праздничное, многолюдно, торжественно. На территории биатлонного комплекса не соревнование, экологическая акция. В ней участвуют не только спортсмены, волонтеры, сотрудники предприятий, студенты. Сегодня не просто экологическая акция. Молодые деревья – живой памятник, посвященный сибирикам, воинам-лыжникам, которые сражались в Великую Отечественную. В 1942 году в Барабинске сформировали отдельную бригаду из жителей Новосибирска и Омской областей, призывников Красноярского и Алтайского краев, Башкирии. Соединение участвовало в Севском рейде, вело тяжелые оборонительные бои, в ходе которых солдаты проявили исключительное мужество и героизм. Мы с вами уйдем, деревья эти останутся жить. И память о тех людях, которые погибли, защищали честь нашей Родины, благодаря которой мы с вами сегодня здесь находимся, живем, улыбаемся, она будет всегда в памяти молодого поколения. «Сто елок» – малая часть Большого сада памяти, так называется всероссийская акция. Она идет уже несколько лет. В ее рамках посадили 27 миллионов деревьев, по одному в честь каждого погибшего в Великую Отечественную. Спасибо за историю. Вот сегодня, не задумываясь, мы с вами делаем ту же историю. Историю, которая несет правду. Она сейчас очень важна для нашего молодого поколения. Помимо посадки деревьев, здесь можно было почитать о героях и его трагических событиях середины прошлого века. Одну из площадок организовала Новосибирская государственная областная научная библиотека. Идя о войне, из ее фондов представили в библиотеке на колесах. Александр Сульдин, Андрей Дулепов, Новости ОТС. К этому часу информация вся. Следите за развитием событий на горсайте и смотрите записи наших программ на ОТС-ТВ. Оставайтесь с нами. Новосибирск. Новосибирск. Здравствуйте. Прогноз на 8 мая. По данным сервиса Яндекс.Погода в Новосибирске будет облачно с прояснениями. Ветер западный 27 метров в секунду. Влажность 35%. Температура воздуха ночью плюс 8-10, днем плюс 15-17. В последующие двое суток ожидается переменная облачность. Температура воздуха в четверг плюс 18-20, в пятницу плюс 23-25. На этом о погоде все. С вами была Мария Лунева. Отличного настроения и до встречи.